Что тебя к этому привело? Я все время то в прошлом, ну, теперь уже меньше, то в каких-то будущих планах. Важно чувствовать вот эту внутреннюю, знаешь, неудовлетворенность? Я работал, можно сказать, не приходя в сознание. Увлечение осознанностью медитации, это сейчас становится модным? Это прям запрос. Практика медитации, особенно в интенсивном формате, на ретритах, она как раз помогает человеку увидеть, ментальные паттерны, которые человек очень сильно обуславливает. Я знаю, как это делать в следующий шаг. Я хочу понять, как лишние шаги не делать. Друзья, для меня честь и большая радость познакомить вас сегодня с интересным человеком. Мой гость Ренат Батыров. И у Рената огромное количество регалий. Ренат был экс-директором технопарка «Сколково», активный венчурный инвестор, серийный предприниматель в мире технологии, основатель сообщества предпринимателей, 100 капитанов, музыкант, отец. Ренат, привет. Привет. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. В канун Нового года это просто подвиг куда-то добраться по этим пробкам. Ну и самое время подвести какие-то итоги, рассказать о планах. Да, Ренат, я хотел сегодня с тобой поговорить про предпринимательство, но в таком вот, в необычном ключе, про стык предпринимательства и духовности, если хочешь, или осознанности. И вот первый вопрос к тебе. Уже через пару недель мы с тобой встретимся на Бали. Ты едешь на ретрит по медитации для предпринимателей. И вот вопрос, что тебя к этому привело, как в твоей жизни вообще возникла эта тема медитации и желание поехать на ретрит? Это будет очень долгая история. Предпринимателем я стал, мне еще не исполнилось 18. И эта компания жива до сих пор. Она успешна и прибыльна. Я продал ее только в позапрошлом году. И все эти годы, большую часть этого пути предпринимательского, все эти два или три десятка проектов, которые я запускал в своей жизни, что-то из них было удачным, что-то нет, я работал, можно сказать, не приходя в сознание. Иногда очень много, в самом начале бизнеса, сутками, без выходных, без отпусков, несколько первых лет. Иногда довольно расслабленно, когда уже вышел из операционки, делегировал бизнес, еще не придумал, чем заниматься дальше. И есть время попутешествовать, поучиться чему-то. Но я бы не назвал даже этот расслабленный период осознанным. Я думаю, что первые шаги в эту сторону случились у меня относительно недавно. В 2019 году перед пандемией я обнаружил себя на больничной койке в реанимации. Два месяца я то уходил туда, то возвращался. Была сложная операция с рискованным исходом. К счастью, все прошло благополучно. И тогда у меня было время подумать о том, что неправильно я живу, видимо. Вроде бы все с точки зрения обычного человека неплохо. Семья, дом, работа, бизнес, дети, путешествия, приключения в моей жизни. Но если я здесь оказался, значит, я что-то делаю неправильно. И это неправильно, думал я, анализировал, кроется в моем отношении к себе и в моем отношении к жизни. Если меня спросить тогда, какой смысл был у моей жизни, я бы надолго впал бы в ступор. Если спросить меня тогда, какая у тебя, Ренат, есть мечта, как твой бизнес коррелирует с твоей мечтой, и я бы не нашел, что ответить. И я начал работать, во первую очередь, над своим здоровьем физическим, а во вторую очередь над своим здоровьем ментальным. Было медленно, тяжело. Раскручивался маховик, тут еще пандемия, потом СВО. И, в общем, большого успеха до... У меня есть отношения к здоровью. И с тех пор, уже полтора года, я не вылезаю из спортзала. По две-три тренировки в день у меня бывает. Я в прошлом году совершил восхождение на Эльбрус, в следующем году планирую переплыть... Вернее, в этом году я совершил восхождение на Эльбрус, в следующем году планирую переплыть в Босфор. У меня куча тренировок, йога, плавание, спортзал, бег, яхтинг. Поросный спорт – это тоже спорт. И я изменил свои пищевые привычки. Я практически полностью отказался от алкоголя, особенно по сравнению с теми объемами и частотой, которые у меня были в жизни раньше, на протяжении двух десятков, наверное, с лишним лет. Я вернулся в активное обучение. И с тех пор я постоянно любую время учусь на каком-нибудь онлайн или оффлайн, иногда сразу на двух курсах. Я продолжил регулярные встречи с психотерапевтом и в какой-то момент понял, что надо подумать и попробовать такой инструмент, такую практику, как медитация. Я нашел в своем окружении человека, который в этом разбирается. Мы договорились о том, что он мне покажет, как это делать. У меня получилось. Я уловил, как мне кажется, как это происходит и к чему это приводит. И с тех пор стараюсь регулярно в тех или иных формах, это может быть уроки по фридайвингу, а может быть и серф – тоже активная медитация, да и паросный спорт – тоже активная медитация. Это практиковать. Но практиковать, как ты говоришь, осознанно. После этого у меня была поездка в Перу, знакомство с местной культурой, этнографическая, назовем ее так, экспедиция. Тоже я оттуда приехал с кучей инсайтов и открытий. И с тех пор я практически не останавливаюсь, пробую разные. Вот я ни разу не пробовал еще то, куда я еду. Много об этом слышал от тех людей, которым я очень доверяю. А что слышал? Вот интересно, как люди это описывают. Что значит поехать на ретрит? Поехать на ретрит? И долго ли ты к этому созревал? Я легкий на подъем. Я думаю, что можно сказать, что я созревал всю жизнь, но вот от момента мысли о том, что неплохо бы поехать, до поиска, куда поехать, прошло буквально пару месяцев. Поделись, что ты сейчас чувствуешь перед ретритом? Какие ожидания, может быть, страхи, может быть, волнения? Что мне рассказывали? Рассказывают, что это очень тяжело. Капец, как тяжело. Без телефона, без связи с внешним миром, наедине сам с собой, в молчании, без возможности записать какие-то мысли. А тебе что из этого кажется самым сложным? Все. Все. Продолжение следует... Я буду читать... И сколько дней? Это пролилось шесть дней. Ну вот прям полноценная недельная... Я читал книги, я гулял по лесу, я читал книги. Крутой был бы это? Офигенный. И это было лучше любых Мальдив вообще для меня. Я очень хочу это делать регулярно. Я прочел четыре книги за это время. Я кучу идей записал, структурировал. Я замедлился классно. Я разобрал наконец-то у себя в голове, в первую очередь, какие-то завалы, которые годами копились. Ну в этот раз будем еще по восемь часов в день медитировать. Вот. А какой запрос? Ну то есть зачем? Можно поехать на Мальдивы, не так ли? Можно полететь в Дубай, можно классно провести время, весело. Ну зачем? Что сейчас в твоей жизни тебя к этому ведет? Ну вот я считаю, что полтора года назад у меня начался новый этап в моей жизни. В этом году одно из событий. Это уход из Колково после десяти лет работы там. И я как-то ввязался в большое количество проектов. Кроме того, что я инвестирую деньги, я инвестирую, и это даже более важно, инвестирую свое время в какие-то проекты. И смотрю, тут выстрелят, тут не выстрелят. И как-то мой запрос к миру, к вселенной на тему того, чем бы мне еще заниматься после Сколково, привел к тому, что предложений о сотрудничестве, предложений о партнерстве, свалилось неожиданно много для меня. При том, что я даже 30% списка тех людей, с которыми я планировал поговорить об этом, не обработал. У меня еще это где-то там в далеких планах. Не знаю, буду ли это делать. И я понял, что даже я, считающий себя чемпионом мира просто по тайм-менеджменту и лайф-ворк-балансу, как-то начал зашиваться. И снова выходить в это состояние бессознательного менеджмента, бессознательного предпринимательства. И мне хочется как-то замедлиться. Научиться, не теряя эффективности, не теряя продуктивности, выбирая только самое важное на автомате, то, что соответствует моей мечте, делать, действовать и по возможности, очень бы хотелось, из другой позиции. Вот. Ну, ты знаешь, это частый запрос предпринимателей, кто едет на ретрит. У меня же все такие ретриты. Надо сначала заполнить анкету и ответить на несколько вопросов. И один из вопросов – зачем тебе это? Ну, то есть для меня важно, чтобы приезжали люди с пониманием, зачем они в это вписываются. Потому что, действительно, это непросто. Я не могу сказать, что это сложно, но бывает по-разному и бывают сложности. И у меня уже какой-то такой есть рейтинг, там, топ запросов людей на ретрит. И я думаю, в топ-3 входит побыть наедине с собой, услышать себя, услышать интуицию, обрести ясность, а что дальше. Потому что часто у предпринимателей бывает расфокус, очень много всего. И в этом теряется, собственно, куда сделать следующий шаг, который будет вести тебя вперед. Я знаю, куда ты делаешь следующий шаг. Я хочу понять, как лишние шаги не делать при этом. Видение. Да. И я хочу… Я слышал, что подобные практики дают возможность узнать истинный смысл многих вещей. Побыть наедине с собой. Ну, когда? Во время бассейна, когда я плыву и отсчитываю километры, наверное. Или когда я сижу в бане после тренировки. Вот, пожалуй, и все. Потому что я мгновенно засыпаю. Это роскошь. Это роскошь, да. Это, знаешь, такая практика для богатых людей. У них есть роскошь и времени. Вот. И я вспоминаю, что когда я сидел в лесу без связи, мне первые три дня было очень тяжело без телефона. Мне рука тянулась. Что там делать? У меня связи нет. Но мне прям… Я места себе не находил. И только на третий-четвертый день я потихоньку успокоился. Ну, ретрит – это очень такой многослойный пирог ценности. И один из слоев – это гормональный. По большому счету на ретрите происходит такой качественный дофаминовый детокс. То есть в обычной жизни мы все сидим на этом дофамине. Знаешь, что там лайки, что там комментарии, что там, что там, новости, что сегодня. И первые пару дней буквально физически ломает. То есть ты не получаешь вот этот дешевый дофамин. В этом же фишка. Но если ты идешь дальше, то это приводит к тому, что это перезагружает твою гормональную систему, и ты начинаешь радоваться мелочам. Ну, то есть радоваться от того, что там ты вышел на улицу, снежок навалил и хрустит под ногами. Вот мне так. Чаек горячий. Ну, понимаешь, простые вещи, которые уже давно не радуют. Слушай, а вот интересно. Ну, у тебя история трансформации, где, как я чувствую, большую часть своей жизни ты посвятил материальному развитию, бизнесу, деньгам, проявленности. Но потом случился кризис, некий переломный момент. Больше как исключение с правил. Ну, то есть насколько ты вообще можешь подобные темы обсуждать со своими друзьями из мира бизнеса? А сколько они тебе поймут, что они думают про твое желание поехать на ретрит? Ты знаешь, за эти два года и окружение у меня сильно поменялось. С теми, кто был в моем окружении пару лет назад, наверное, мало с кем из них я мог бы это обсудить и найти какое-то понимание, может быть, поддержку или хотя бы интерес к этой теме. С теми, кто сегодня меня окружает, ну, это абсолютно возможно. То есть я вижу, что они тоже в эту сторону идут. Ну, и они при этом предприниматели. И они при этом предприниматели. А не там отлетевшие шаманы, эзотерики. Они при этом предприниматели, зарабатывают, масштабируются, развиваются, запускают новые продукты, захватывают новые рынки. Но при этом находят в своей жизни время вот эту самую роскошь каких-то практик, какого-то духовного развития. Ну, как ты видишь, увлечение осознанностью медитации в целом, вот этим всем миром тонкого, это сейчас становится модным? И модным тоже. И, наверное, довольно большое количество людей идут в это, следуя моде. Ну, следуя желанию быть, как другие люди вокруг их. Но для подавляющего большинства моих сегодняшних друзей и знакомых это прям запрос. Ну, потому что мы примерно все в одной возрастной категории. Мне 47. И к этому времени мы уже в бизнесе много чего достигли, себе доказали, где-то насытились, где-то устали. И это запрос, который соответствует стадии развития человека, что ли. Большинство либо перешагнули через кризис среднего возраста, либо в нем активно находятся. И поэтому духовное развитие – один из способов как-то выйти из него, а не застрять там навсегда. Супер. Мне будет с собой очень интересно пообщаться после ретрита. Да. И обсудить, как оно для тебя прошло. Я у меня предвкушение. У меня прям вот... Я хочу... Вот тоже. Я ловлю себя на том, и один из моих запросов состоит, вот то, что ты говоришь, снежок, здесь и сейчас. Я все время то в прошлом, ну, теперь уже меньше, то в каких-то будущих планах. А вот здесь и сейчас... Ну, поверь, ты не одинок в этом. Да. Здесь и сейчас... С тобой еще 8 миллиардов человек. Я очень редко могу себя там поймать и насладиться этим моментом. Вот. Поэтому я вот хочу, чтобы поскорее это все прошло, и вот оказаться там в этом будущем, там на бале, на ретрите. Вот эти вот оставшиеся там две недели года. Это же тоже будущее, понимаешь? Это же тоже будущее. А я вот здесь хочу кайфовать. Ты знаешь, когда ты говорил про эти простые радости, чаек, у меня есть аналоги с офшорными регатами. Когда ты 6 суток колбасишься, мокрый, без остановки... Это вы проводите в рамках клуба, да? Это мы сами гоняемся. Это только отдельные отлетевшие яхтсмены участвуют в таких экстремальных регатах. Ну, то есть там, по сути, стремление более тотально быть в настоящем моменте за счет вот этого экстрима. Только в моменте. Шесть дней, шторм, тебя болтает. Или наоборот, стоишь в стиле, ничего не можешь сделать. Трое суток мы однажды стояли в этом стиле. И когда ты возвращаешься, когда ты финишировал, ты радуешься очень простым вещам. Трехзвездочному отелю с сухой плоской кроватью и простыней горячему чаю, горячему душу, чистому туалету. И, в общем, таким простым вещам, которые мы в своей повседневной жизни обычно не ценим. И какое-то время это еще продолжается. А бумажник с деньгами, даже если ты выпросишь в этот момент за борт, море не успокоится. То есть его ценность равна нулю в эту секунду. Представляешь? А как тебе кажется, для предпринимателя важно чувствовать вот эту внутреннюю, знаешь, неудовлетворенность, желание куда-то расти, что-то делать? Вот у Будды есть такая очень глубокая фраза. Высшее богатство – это удовлетворенность. И что под этим он имеет в виду? То, что если ты не научился ценить то, что у тебя уже есть, то ты можешь ставить цели, достигать, и у тебя это будет получаться, но ты будешь внутренне быть неудовлетворенным. И, соответственно, чтобы ты там следующее не заработал или не получил, то это счастье, оно всегда ускользает. И вот я наблюдаю за… Ну, я сам предприниматель, я наблюдаю вот за миром людей из бизнеса. Я вижу, что для многих вот это топливодвижение – это вот это, знаешь, достигаторство, это доказать себе, доказать другим, их амбиции, сравнения. Папе, девочки из школы. Да, вот какие-то такие вот истории про конкуренцию, и оно работает. Самое интересное, что я вижу, что оно работает, но внутренне оно сжигает. Вот ты в этом мире вращаешься, как ты видишь, куда приходят те, кто достигатор. Ты рассказал мою историю только что. Дело в том, что если ты спросил меня несколько лет назад, я сказал бы, ты что, Игорь, предприниматель должен быть всегда голодным, ему должно быть всегда мало, ему больше всех надо, ему жизнь больше, чем другим дала, поэтому он должен сам дать больше этому миру. И источник энергии – это вот эта постоянная неудовлетворенность. Так бы я сказал несколько лет назад. Сегодня я считаю, что все это, то, что ты называешь достигаторством, это вот ненасыщаемая потребность в постоянной демонстрации себе и миру результатов своей деятельности и получения вознаграждения от этого в виде денег, аплодисментов, лайков или чего-то еще. Это невроз, который надо просто для начала в себе признать. И круто, что он есть или был, потому что все, чего, например, я достиг в прошлом, было благодаря этому неврозу. Но сегодня мне больше нравится действовать не из желания кому-то что-то или себе доказать, а из мечты, из состояния творчества, из получать удовольствие не от пройденных каких-то там майлстоунов, не от каких-то достижений, а получать то же самое или даже больше удовольствия от своего приближения к этой мечте. Вот на Эльбрусе я столкнулся с этим, первые пару-тройку дней тренировочных, пока мы акклиматизировались, набирали высоту, я шагал прямо через преодоление и спрашивал, когда это закончится, сколько нам еще осталось. Мне было больно, мне было тяжело. Так-то я на пятый этаж себя заставил, ведь не мог раньше подняться. Даже на третий. И пользовался лифтом. И поэтому для меня первые несколько дней я шел через преодоление. Через доказать, победить, побороть, выжать из себя слабака. А потом я понял, как это делать иначе. Что каждый новый шаг, говорил я себе, приближает меня к вершине. Каждый новый вдох делает меня сильнее. Каждый новый вдох добавляет мне мощи и веры в себя. Я прям час или полтора молотил вот эти 3-4 фразы у себя в голове, вслух, ртом. Вот. И я понял... Помогало? Очень. И мы еще слушали в это время аудиокнигу всей группы Эккарта Толли «Новая земля». Там очень много про эго. Вот. И я понял, что это эго тащит меня в гору сначала. А потом я по капле из себя это эго выдавливаю с каждым шагом. Просто чекание. Очень круто. И за другом. Очень круто. Вот. Медитация – это ровным счетом об этом. И на самом деле практика медитации, особенно в интенсивном формате на ретритах, она как раз помогает человеку увидеть ментальные паттерны, которые человек очень сильно обуславливает. И особенно предприниматели, они сталкиваются с тем, что то, какие они в жизни, так же они подходят и к практике. Если достигаторы, то на ретрите они хотят чего-то достичь. Просветление. Войти в топ-3 лучших медитаторов. Доказать всем, что... Ну, понимаешь, да? А в настоящем моменте нечего достигать. Ну, то есть там нет никакой выгоды. Там ты ничего не продаешь, не покупаешь. Многие замечают в себе такой паттерн ждуна. Вот все время чего-то ждать. Ждать, когда колокольчик прозвенит. Ждать, когда ретрит закончится и сколько дней уже осталось, так четыре, там три. Настроение контроля. Все контролировать. И это суперценно, потому что по факту мы можем освободиться только от того, что мы осознали. То есть если тебя что-то держит, но ты это даже не замечаешь, то как ты от этого освободишься. А я правильно понимаю, что во время ретрита тебя никто не оценивает? Ты никого не оцениваешь? Что редко бывает в нашей жизни у большинства людей. У тебя не перед кем испытывать чувство вины, не перед кем испытывать чувство долга. То есть люди как будто избавлены от многих состояний, в которых они привыкли находиться годами. Искусственно избавлены, но тем не менее избавлены. В идеале да. И это непривычно. Но на самом деле по-другому, потому что видишь, оценивание себя, оценивание других, это не что-то, что идет извне. Это что-то, что у человека возникает в уме, как ментальная привычка. То есть если у тебя есть склонность оценивать себя, сравнивать себя с другими, оценивать других, на ретрите ты в полной мере увидишь. Там у нас будет еще человек 30 или 40 участников. Вполне возможно, что уже к концу первого дня ты, не зная никого, дашь каждому погоняло. Этот тормознутый. Этот слишком много жрет. Этот все время опаздывает. Ну то есть это забавно наблюдать, как наш ум играет все вот эти вот игры. То есть вроде бы ты этого делать сейчас не нужно, не обязан, но ум начинает придумывать истории про всех других участников. И, конечно же, если ум соревновательный, он начинает соревноваться. Ну то есть это вот все прям вот... Есть такая фраза, она мне нравится. Самопознание – это всегда плохие новости. И надо быть готовым к тому, чтобы увидеть без прикрас свой ум и то, как он обычно себя проявляет. И не испугаться этого. Это адски тяжело. Еще одну тему хочу с тобой затронуть. В одном из интервью ты поделился тем, что ситуация неопределенности, она тебя не пугает, но скорее наоборот дровит. И в целом, наверное, для предпринимателей вот эта вот работа с территорией неопределенности – это то, что отличает их от наемных сотрудников. Во-первых, как тебе кажется, это какая-то штука врожденная или она у тебя развивалась? И если да, то что тебе помогло развить больший комфорт при соприкосновении с тем, вот ты не знаешь, как оно дальше будет? Это же всегда про риск. Я думаю, что все дело в моей страсти с детства решать головоломки. Кроссворды, ребусы, шарады, сканворды и прочие логические задачки. Или нелогические. Позднее это переросло в любовь к детективам или каким-то другим тоже головоломкам просто следующего уровня. Отсюда до предпринимательства один шаг, потому что бизнес – это постоянная неопределенность, постоянные головоломки. И мне круто, когда никто не знает, что делать, находить свой вариант ответа на вопрос «а что делать?» И делать. А на что ты опираешься? Что в такие моменты помогает? У меня звериная просто интуиция. Я считаю, я очень благодарен этому свойству своему. Так было изначально? Или ты ее в какой-то момент услышал и научился слушать? Я специально ее как-то вот специально на ней развивал. Я думаю, что у меня очень хороший контакт со своей интуицией. И практика. Когда ты целыми днями решаешь головоломки, у тебя уже появляются какие-то типовые сценарии решения. Анализ, синтез. Поделись своими наработками, как ты работаешь со страхом. Страх – моя базовая эмоция в жизни. Это одна из... Я живу, жил все эти годы с этим страхом. С этими страхами. Со страхом неудачи. Страхом отверженности. Страхом физического насилия по отношению ко мне. Страхом, ну, наверное, страхом неудачи – один из основных. И я долгое время от них бежал. Не признавал их в себе. И мое увлечение различными экстремальными видами спорта Вот, да. Потому что, ну, прыгнул с парашютом. Вроде-то я уже не такой трусливый парень. Я умею преодолевать свой страх. Но страх никуда при этом не делся. И тысячи прыжков с парашютом, я думаю, что невозможно выветрить те страхи, которые внутри нас сидят. Как с ними работать? Ну, для начала с ними познакомиться. Для начала признать их наличие в себе. Разобраться, откуда они. Из каких ситуаций. Из каких историй в жизни. От каких людей. От контакта с какими людьми. Дальше рекомендуется их поблагодарить. И, наверное, я время от времени это делаю. Потому что то, каким я стал сегодня, а я ничего не хотел бы в своей жизни поменять, отыграть назад, это следствие в том числе моих страхов. Эти страхи меня сюда привели. Слушая их, я где-то выжил. Где-то избежал опасности. Где-то сохранил честь или здоровье. И классно, что они в моей жизни были и есть. Ну, а дальше надо просто с ними вести диалог, беседу. Иногда признавая их ложность. Иногда признавая их незначимость по отношению к текущей ситуации или к будущим своим планам. Ну, потому что страхи, которые останавливали меня, например, в начале моей предпринимательской карьеры, от каких-то шагов и действий. Сегодня я уже не тот 18-летний предприниматель. Ренат, сегодня я уже опытный, матерый, зрелый, компетентный, известный в определенных кругах парень, у которого существенно больше ресурсов, чем у того студента. И значит, этот страх уже не так и страшен. Как будто бы. А дальше снова практика преодоления страха приводит к тому, что эти страхи все меньше и меньше влияют на жизнь. Очень круто. Но здорово, когда они есть. Совсем бесстрашным быть я бы не хотел. Потому что это может просто плохо закончиться. Разумная доля страха должна быть. Главное их осознавать. Ренат, такой вопрос мне сейчас пришел. Может быть, он странный покажется. А ты веришь в карму? Веришь в то, что в жизни все не случайно? Да. А какое у тебя понимание, как все устроено? Или может быть, была какая-то ситуация, когда ты точно понимал, что да? Все, что мы делаем в этой жизни, я верю в это. Оно зачтется, но не обязательно материально. Нам еще при этой жизни, еще при нашей, не в каком-то там следующем загробном мире, или в следующей реинкарнации, там, возможно, тоже. Но еще в этой жизни мы будем за этот вклад в мир вознаграждены. Мы, а не мы, так наши потомки. Самые близкие для нас люди, дети. И это даже, может быть, лучше. Вот. Вот интересно, в бизнесе есть у тебя какие-то принципы кальмические, что ты не будешь вот так поступать? Или ты всегда вот так будешь делать? А поделись? Смотри, у меня были ситуации в моей жизни с людьми, которые поступали по отношению ко мне, скажем так, сейчас оценочно прозвучит, непорядочно. Ну, то есть, я в тот момент думал, что это непорядочно по отношению ко мне. Деньги воровали, условия договора нарушали, или как-то еще хотели меня обмануть, или как-то подставить. Я никому из них никогда не мстил. Хотя, в целом, я мог бы. И ты считаешь, это правильно? Отпускал ситуацию и шел дальше. Из того, что я знаю о дальнейшей судьбе этих людей, ну, там, в общем, им потом прилетало. Ну, они уже не от меня, а от жизни. Карма ли это? Ну, наверное, да. Я никогда, у меня есть правило в бизнесе, не иметь дела с неприятными мне людьми. С непорядочными. Неприятными это субъективно? С мудаками. Если объективно. Объективно, да. Да, если объективно, да. Вот. И, ну, если я их так считаю, сейчас тоже оценочно звучит, понимаю, но вот... Но опять же ты на интуицию опираешься. Да. Даже если это очень выгодно в перспективе. Потому что каждый раз... Не всегда идти за выгодой. Каждый раз, когда я делал иначе и нарушал этот принцип, мне потом прилетало. Я потом об этом жалел. А вот интересно, сейчас, когда ты выбираешь куда-то инвестировать или какой-то стартап, вот что для тебя на первом месте? Ты считаешь, сколько на этом можно заработать? Или миссия, вклад, как это повлияет на жизни людей, на мир? Или это где-то вот между... Ты знаешь, ради денег занимался бизнесом. Странно звучит, но я всегда даже гордился, кичился этим, что вот если бы я хотел просто заработать денег, я бы занимался бы чем-нибудь вот там другим. Более простым, более распространенным, типовым. Но я всегда делал что-то новое. Я сделал первый в стране частный технопарк. Я открыл первую в городе компанию, которая занималась лицензионным на тот момент софтом. Тогда еще никто не продавался и переписывали друг у друга. Ну и многое. Открыл первое в городе интернет-кафе когда-то. Полностью поменял модель дистрибьюции софта в каком-то периоде своей жизни. В общем, мне всегда нравилось делать чего-то новое. Что-то такое, что никто раньше до меня не делал. Или делать иначе. И деньги приходили следом. Или не приходили. Ну это всегда дорого быть первопроходцем. Но я кайфовал, и как будто бы денег на мои потребности всегда хватало. Только относительно недавно я стал задумываться о том, что неплохо бы еще и деньги заработать. Что слишком много в своей жизни я делаю бесплатно. Пора с этим что-то делать. Поэтому отвечаю на этот вопрос, когда я присматриваюсь к какому-то стартапу и думаю инвестировать в него. Я, конечно же, смотрю на целую совокупность факторов. Ну мне не хочется, чтобы те, кого я приглашаю инвестировать со мной, потеряли эти деньги. Поэтому да, коммерческие перспективы для меня важны. Но все равно есть какие-то этические принципы, что вот в такого рода бизнес-проект не буду вкладывать, не буду усиливать. Конечно. Да. Ну конечно есть. Ну там, не знаю. Предлагали тут сделать, проинвестировать в русский only funds. Я отказался. Хотя у меня нет сомнений, ну конечно же, для меня колоссальное значение имеет фаундер, человек, который за этим всем стоит. Я хочу с ним мне следующие несколько лет в своей жизни провести или нет, общаясь с ним. Фаундер – это основатель. А вот скажи, на что ты обращаешь внимание? Понятная экспертиза, понятно, там классная команда, но вот на какие личностные качества? На его вовлеченность. То есть вот он же ставит сейчас на кон, я инвестирую часть своих денег, а он ставит все на кон. И вообще ставит ли он все на кон? Или он говорит, вот я занимаюсь этим, а мне еще там 3-4 проектика есть. Это плохой знак. Это плохой знак, да. Я смотрю на его погруженность в проект, конечно же. Я смотрю на те причины, по которым он запускает этот проект. Мотивацию. На его мотивацию, да. Это не только деньги в моем случае должны быть. Проект, который я собираюсь инвестировать сейчас. Офигенный импакт-проект Соула. Я помогаю привлечь ему инвестиции. Это проект, направленный на помощь беременным или недавно родившим женщинам. Круто. Чат-бот, искусственный интеллект внутри, который отвечает на вопросы лучше зачастую, чем подружки на форумах или в чатиках. Лучше, чем многие консультанты, специалисты, врачи. Потому что он научен, этот чат-бот, другими компетентными врачами. И мы знаем, что у меня трое детей. Я трижды проходил через это. Что у беременных мамочек будущих очень много волнений, тревог, стрессов и так далее. Вот он три часа не пинается уже, все ли в порядке. Вот у меня ноги отекли. Вот у меня здесь простуда, антибиотики, можно ли пить. И куча вопросов возникает каждый день. Вот этот чат-бот отвечает на эти вопросы. Очень хороший проект, очень нужный проект. Очень классно растет. Сумасшедший просто five-star, как я называю, founder. Увлеченный, компетентный, 17 лет уже в этой теме. То есть за таким просто нельзя не пойти. Круто. И если я потеряю там деньги, даже, честно говоря, будет не жалко. Напоследок не могу не спросить. Ты поделился, что последние пару лет живешь по-другому. И тебя питает сейчас не достигаторство, но мечта. О чем мечтаешь? Я хочу создать сеть из городов, городков по всему миру для предпринимателей, для инвесторов, для экспертов и для агентов, которые им помогают. Где они могли бы жить постоянно или временно, перемещаясь из точки в точку, в ценном и развивающем себя окружении, двигаясь из своей точки А в точку Б, быстрее, чем они это делали бы в любом другом месте мира. Фактически я хочу собрать воедино весь свой предыдущий опыт создания технопарка, венчурных инвестиций, менторский, сколковский и так далее. Ста капитанов как сообщество. Это же можно рассматривать как много сообществ или как одно большое мета-сообщество. И объединить это все в этом проекте. Все то, что я умею делать лучше многих на этом свете. Я хочу дать людям возможность, назовем их пассионариями, дать людям, которым больше дано, и поэтому они хотят больше дать. Люди, которые хотят постоянно развиваться. Не все же хотят. Людям, для которых развитие является ценность. Я хочу им дать возможность жить там, где они хотят. И это прям физические локации. Физические города, объединенные общим софтом и общей культурой. Где первая локация? Возможно, Турция, возможно, Россия. Посмотрим, где быстрее добежим. Я хочу этим заниматься в ближайшие лет 10-15, а можете всю оставшуюся жизнь. Я изучаю опыт. И вот на Бали поеду, буду смотреть, что строит Сергей Солонин в свой город. Зайдет обязательно в парк Ю к Андре. Посмотрю, что сделал он. Это, в общем, где-то похоже по философии. Я хочу победить одну глобальную несправедливость. Вернее, внести свой вклад в борьбу с ней. И она для меня заключается в том, что все эти люди, пассионарные, хорошие люди, к которым я отношу и себя, они часто живут не там, где хотят. Занимаются не тем, чем хотят на самом деле. Их окружают не всегда те люди, которых они хотят видеть вокруг себя. И от этого они не всегда счастливы. Вот я хочу сделать что-то такое, что могло бы снизить негативный эффект от всех этих обстоятельств. Очень круто. Спасибо тебе большое. Было невероятно с тобой интересно пообщаться. Обязательно продолжим. Спасибо, что пригласил. Спасибо. 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 Спасибо.